В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Патриарх Кирилл принял участие в ежегодной литургии памяти жертв политических репрессий на Бутовском поригоне. На станции Расторгуева провели очередной профилактический рейд. На протяжении нескольких лет мы проводим данные рейды, изучаем статистику. В Ленинском городском округе стартовал всероссийский кинопроект «Герой войны. Герой спорта». Проект направлен на сохранение исторической памяти и о том, чтобы дети помнили историю своей страны. Патриарх Московский в Сеаруси Кирилл провел божественную литургию в память о мучениках, пострадавших за веру и жертвах политических репрессий на Бутовском полигоне. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Приезд Патриарха Кирилла на Бутовский полигон стало большим событием для прихожан и священнослужителей. Литургия в памяти жертв политических репрессий традиционно проходит здесь каждую четвертую субботу после Пасхи, когда по церковному календарю отмечают собор новомучеников и исповедников Бутовских. День новомучеников Бутовских с прекрасными чувствами. Пришли помолиться о мире в стране, о мире вообще в мире. Я Чичигова очень хорошо, как бы вот о нем много читаю, знаю. Езжу по монастырям, по полудническим поездкам, ну как бы вот слежу за всеми событиями. Торжественное богослужение было проведено под открытым небом. Возглавил литургию патриарх московский и всея Руси Кирилл. Повествование книги деяний, соответствующее сегодняшнему дню по церковному календарю и свидетельствующее о первом мученическом подвиге апостола Иакова, совпадает с нашим богослужением здесь, на Бутовском полигоне, где действительно лежат тысячи и тысячи ни в чем не повинных людей. Чаще всего уничтоженных только потому, что они сохраняли сердце свою веру в Господа и Спасителя. На службе присутствовали послушницы женских монастырей, священнослужители различных епархий и многочисленные паломники со всего Подмосковья и, конечно же, жители Ленинского городского округа. Виталий Тимаков приехал из поселка Володарского. Наш приходской батюшка советовал посетить этот храм, потому что знаковое место вообще для всего православия. И когда я здесь первый побывал, мне так понравилось, что теперь езжу только сюда. Уже в течение лет шесть, наверное, я вот 39 километров преодолеваю в одну сторону, туда и обратно, чтобы побыть здесь на службе. Москвичка Тамара Романова посетила Бутовский полигон специально ради богослужения. Трагические события прошлого века затронули и ее семью. У меня вот сейчас предвкушение от встречи с патриархом. Вообще, конечно, большое волнение и радость. В следующие годы посещали? Посещали. У меня всегда радость на этом месте, потому что это победа над смертью. Ну, сейчас посмотрите, это действительно как рай на земле. С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД были расстреляны более 20 тысяч человек. В основном это жители столицы Подмосковья. Свыше трехсот из них канонизированы Русской Православной Церковью. Все пришедшие на богослужение могли побывать и на передвижной выставке, посвященной новомученикам и исповедникам. Привезли несколько стендов, посвященных как раз в первую очередь тем, кто более 100 лет назад пострадал в 18, 19, 20 годы. И здесь разместили тоже, потому что праздник этот, он касается не только бутовских святых, а и всех новомучеников и исповедников, которые пострадали в нашей земле. Выставка будет работать до середины июня, потом ее перевезут в другие города. Наталья Буслаева, Маргарита Курова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре открылась новая выставка, посвященная памяти жертв политических репрессий, расстрелянных на спецобъекте «Коммунарка». До 2012 года эта территория входила в состав Ленинского района. И по сей день в округе хранится история тех страшных лет. Подробнее о мероприятии в репортаже Юлии Пагасьян. Сегодня спецобъект «Коммунарка» – это мемориальное кладбище на месте расстрельного полигона, где в годы сталинских репрессий совершенно секретно казнили и хоронили различных высокопоставленных деятелей. По приблизительной оценке экспертной комиссии, здесь покоятся останки порядка 11 тысяч человек. Менее 5 тысяч известны поименно. Многие ученые, оставшиеся в России, конечно, многие смогли уехать на так называемом философском пароходе. Это, собственно, не один пароход, их было много. Это просто такое, так сказать, некое обобщающее название. Но те, кто остались для того, чтобы трудиться на благо России, и таких было много, вот многие из них оказались тоже узниками «Коммунарки», и многие из них лежат в ее земле. В память о жертвах репрессии в историко-культурном центре открылась тематическая выставка, которая рассказывает о трагических страницах истории России. Ее организовали потомки расстрелянных. Судьбы, истории, через которые раскрывается вся глубина большого террора. В жизни государства было много разных периодов, в том числе и такое, о котором сделана эта выставка. Выставка нужная, она востребована, тем более для молодого поколения. И то, что сейчас говорит эта выставка, я бы рекомендовал школам организовать экскурсии, прийти, посмотреть, да и взрослым. Есть смысл на это дело обратить внимание. До 2012 года территория «Коммунарки» входила в состав Ленинского района. Сейчас это новая Москва. В годы сталинских репрессий недалеко от спецобъекта находилось еще два места с трагической историей. Бутовский расстрельный полигон и Сухановская особорежимная тюрьма в Свято-Екатерининском монастыре. Жительница Расторгуева Вера Пинто также поделилась воспоминаниями о своих репрессированных предках. Дед-то мой был родной брат Людвига, которого репрессировали в 1939 году, и она сидела 14 лет. То есть был наложен запрет страшный. В связи с тем, что была наложена просто плита бетонная на память, вот мы должны это знать обязательно. И спасибо организаторам этой выставки, что они поднимают даты, поднимают фамилии людей, поднимают неизвестные факты из истории нашей. Потому что у кого нет истории, у того нет и будущего. Выставка «Место памяти» – спецобъект «Коммунарка» открыта для посещения до 28 мая. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно-ТВ. Специальная комиссия, в которую вошли представители полиции, администрации округа, ОАО «РЖД» и Видновского станичного казачьего общества, провела рейд на станции Расторгуева. Причиной визита стал несчастный случай, который произошел здесь совсем недавно. Подробности выяснял Максим Козлов. 25 тысяч человек ежедневно приходят на станцию Расторгуева, чтобы добраться до работы или дачи, отправиться на загородный пикник или прогуляться по Москве. Но, к сожалению, не все предпочитают попадать на платформу обычным путем – через турникеты. Выходят на пути и погибают. Люди попадают через опасные тропы, которые существуют вблизи платформ. Все перекрыть невозможно заборами. На протяжении нескольких лет мы проводим данные рейды, изучаем статистику, изучаем места, где произошли смертельные случаи. С начала года на железнодорожных путях Ленинского городского округа погибло три человека. Последний случай произошел 6 мая на станции Расторгуева. Здесь 45-летний мужчина решил сэкономить время и попытался переправиться с одной платформы на другую по путям. И эти случаи, увы, не единичны. Те, которые хотят пройти мимо турникетов, вот эти, конечно, нарушают. Иногда бывает, правда, опасно. Видишь, видно, что это опасно. Ну, такой факт есть, да. Вот я на дачу езжу, там тоже нарушения есть в Кашире. Тоже там переходят не так, как надо. Впрочем, станция Расторгуева относительно благополучная. Больше всего нарушений и, как следствие, жертв приходится на платформу Калинина. И здесь рейды проводятся на постоянной основе. Тем не менее, именно в этом месте с начала года погибло два человека. Там нельзя ходить. Я вот сейчас спушусь и доставлю у вас дежурную часть. Я вам серьезно говорю. Обратно разворачиваюсь и уходим. Но самое печальное, что свидетелями пренебрежения, правилами безопасности становятся дети. Увы, но и они в этом году стали участниками опасных инцидентов на железнодорожных путях. К счастью, обошлось без жертв. В этом году произошли два случая несмертельного травмирования. Это детей. Один случай произошел на перегоне между Булатникова и Расторгуева. Другой на станции Калинина. Сколько не вешай плакатов, но если сами люди не задумываются о своей безопасности, все усилия надзорных органов бессмысленны. Будьте внимательны и переходите железнодорожные пути только в оборудованных для этого местах. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Всероссийский кинопроект «Герои войны. Герои спорта» стартовал в Ленинском городском округе. Это совместное детище партии «Единая Россия» и Министерство спорта Российской Федерации. Более 400 ребят учеников школ нашего муниципалитета пришли во Дворец культуры «Видное» на показ фильмов «Одиннадцать молчаливых мужчин» и «Блокадный футбол». Ленты рассказывают о том, как профессиональные спортсмены в годы Великой Отечественной войны сменили свою форму на гимнастерки и пошли защищать Отечество. Проект направлен на сохранение исторической памяти и о том, чтобы дети помнили историю своей страны, помнили тех, кто в годы войны большой внес вклад в эту победу. Показ посетили и спортивные звезды видного мотобольная команда «Металлург» и ее руководитель Валерий Нефантьев. Мотоболисты призвали ребят не забывать о спорте в любые времена. Это в первую очередь для нашей молодежи, чтобы они понимали, как сложно давался раньше спорт и какие сейчас есть возможности, чтобы у них в голове откладывались мысли о том, что сейчас это все более доступно и надо заниматься спортом. Ребята с интересом смотрели фильмы, многие познакомились с картинами впервые. История, воспоминания важны, чтобы не забыть, это логично же, и помнить об этом, чтобы не совершить похожих ошибок. И важно напоминать об этом нашему поколению. И следующему поколению нести это все дальше и дальше как масса. В рамках проекта «Герои войны. Герои спорта» в образовательных учреждениях, спортшколах, досуговых центрах по всей России не только проходят кинопоказы, но и организуются встречи с прославленными спортсменами и тренерами. В проекте активно участвуют более 72 регионов страны. Объявите меня, пожалуйста. Это уже третья по счету авторская программа «Клоуна Алекса». Под таким названием на этот раз прошла в Расторгуевском парке. Ее участниками стали артисты инклюзивного клуба «Дорога в жизнь», а также известные видновские исполнители Борис Гуреев и Михаил Бондарев. Наш мобильный репортер не смог пройти мимо. Не заметить происходящее действительно было сложно. Парк на два часа наполнился музыкой и веселым настроением. Артисты в прямом смысле слова зажигали. Ребята, занимающиеся в инклюзивном клубе «Дорога в жизнь» на время концерта вместе со своими родителями и наставниками превратились в настоящих звезд эстрады. Артистам подпевали и подтанцовывали зрители, ведь исполняемые песни знакомы каждому с детства. А рядом расположилась ярмарка. Здесь предлагали приобрести эксклюзивные вещи – статуэтки, тарелки, вазы. Все сделано руками участников клуба «Дорога в жизнь». Говорят же, талантливые люди талантливы во всем. А завершилась программа исполнением авторской песни участника клуба Роберта Моретова «Пели все». Посмотри на небо, посмотри на город, Как для нас он дорог, уютный и родной. Видно еды в песнях, видно еды в сердце, Каждое вольное с нами, и для нас с тобой. Для нас с тобой. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова